А что так, Мик? Я вот вчера смотрел, слушал, точнее, разговор Адама Делимханова, депутата Государственной Думы. Он говорил, что в Чечне сегодня такой соцпакет, которого нет в Европе. Люди получают все. Кто занимается криптой? Я считаю, что занимается криптой человек, у которого есть майнинговая ферма, он ее майнит. Он трейдит, занимается трейдингом, продает, покупает, на этом зарабатывает. А я такой типичный потребитель, я чисто ее использую, когда мне нужно. Даже если Навальный придет к власти России, он вряд ли даст нам суверенитет, нам все же придется силой получить эту свободу. Как говорил Джахар, да помилует его Аллах, свобода слишком дорогая вещь, чтобы достаться легкой ценой. Поэтому, да, наверное, никто, наверное, никогда и никто не придет к власти в России, который сам скажет, давайте-ка вот чеченцам дадим. Конечно, это будет какая-то борьба. Но вот хотелось бы, чтобы эта борьба была исключительно дипломатической, не кровавой. Было бы, конечно, хорошо, если бы так получилось. Ас-саляму алейкум, Тумсо, ты видел новый фильм Дудя про пытки? Там, кстати, про чеченцев тоже рассказывали. Я надеюсь, хоть какие-то меры будут предприниматься. Алейкум ас-салям. Я видел этот фильм, я посмотрел его, честно говоря, с опозданием. Обычно сразу же, когда выходит какое-то интервью Дудя или фильм Дудя, я его смотрю. Но здесь так получилось, что я как раз был в поездке, находился в Норвегии и, в общем, не было у меня времени, так как я постоянно с кем-то встречался, был в гостях или были у меня в гостях. Ну и неудобно было, как бы, два с лишним часа идёт этот фильм. Не было, в общем, времени это посмотреть. Когда ты встречаешься со своими братьями, естественно, ты занят разговором с ними, и в это время сидеть вместе с ними смотреть фильм не получается. В общем, поэтому я с опозданием его посмотрел через, по-моему, на пятый день после публикации, я только его увидел. Но это очень крутой фильм, очень хорошая работа. Я очень благодарен Дудю за то, что он уделил этому внимание. И если его кто-то не смотрел, то я рекомендую вам этот фильм посмотреть и поделиться им со своими друзьями и товарищами. Ну что, я ролл там, кушаю в нищей России. А что так, Мик? Я вот вчера смотрел, слушал, точнее, разговор Адама Делимханова, депутата Государственной Думы. Он говорил, что в Чечне сегодня такой соцпакет, которого нет в Европе. Люди получают все, и пенсии, и пенсии по инвалидности, и пенсии по каким-то другим причинам, выслуги лет, по потере кормильцев и так далее. Получают безработицу, говорил Адам Делимханов. Получают все необходимые выплаты, какие-то субсидии. Если у людей нет денег на то, чтобы погасить задолженность по квартплате, по коммунальным услугам, то, значит, это все субсидируется, помогает людям, говорил Адам Делимханов. И постоянно сравнивал это с Европой, что в Европе, мол, нет таких социальных выплат, там вообще другой уровень, люди нищенствуют. И не могу же я не верить депутату Государственной Думы, уважаемому человеку, туда не избрали бы, наверное, дурного. Поэтому я так понимаю, что ты, наверное, говоришь неправду. Или ты просто как-то не пользуешься этим социальным пакетом в России, который лучше, чем в Европе. Делимханов Сазан Балабол. Я с 2000-х годов инвалид и по сей день ни рубля не получил. Бро, если получу задолженность, то обещаю, что все средства отправлю тебе. Ладно, ладно. Боюсь, что ты не получишь эти средства, но приятно. Почему в Швеции лучше, чем в ЧАЭЭР? От чего это зависит? Неужели там лучше природа? Что значит лучшее? Если ты говоришь в социальном плане, то опять-таки возвращаемся к разговору Адама Делимханова. Он говорит, что социальный пакет в Чечне, он лучше, чем в Европе. Там платят пенсии, платят безработицу, всякие там иные социальные выплаты, пособии и субсидии. А здесь всего этого нет, он говорит. Опять-таки я ссылаюсь на мнение авторитетного депутата. Если раз он говорит, значит, наверное, так и есть. В том числе, пил калмыцкий чай. Вообще пробовал. Не сказать, что я пил, я не люблю, но пробовал. Ты, бро, когда кушал последний раз доширак, когда был в России, скажи, пожалуйста. Я, по-моему, последний раз вот эту лапшу заварную кушал в закрытом лагере Польши. Причем это делалось не от того, что там плохо было с едой, а просто к нам подселили, ну, в смысле, тоже посадили молодожен из Вьетнама. Муж с женой. И что-то в один день я замечаю, как они эту одноразовую заварную лапшу готовят на кухне. И прям мне ее так захотелось. Два раза в неделю нам давали делать закупки. И, в общем, на следующую закупку я купил много этой лапши заварной и поел ее. Правда, после одного раза, по-моему, мне хватило. В общем, больше я ее не ел. Томсо, зачем ты обсуждаешь и споришь на тематику религии, исламе, военных походах, чеченских муджаитов во время войн, не имея диплом, что ты окончил исламский институт или ни один день не воевал? У меня незаконченное. Я учусь и намерен учиться всю жизнь. У меня будет всю жизнь незаконченное образование. В любой причем направленности. Саламу алейкум, Томсо. Ты в Телеграме не так вежливо ведешь себя. Я лицемерие, думаю, это не лицемерие, это просто режим, понимаешь, работа, дом, разный режим. Здесь мы как бы на работе. Я прихожу такой, специально одеваю что-то. Ты одеваешься утром, когда идешь на работу. Вот так же я одеваю что-то, да, постоянно. Я же не сажусь здесь в домашней футболке. То есть я такой пришел, как будто бы на работу. Естественно, у меня есть какие-то рамки. А когда мы в чате, то я как будто бы дома, как будто мы сидим все вместе за столом. И друг друга перебиваем. Один что-то разговаривает. Я говорю, слушай, а передай мед, пожалуйста, или сахар, дай сюда. Вон, ложку сюда передай. Вот так мы как будто сидим по-дружески и общаемся. А здесь мы типа коллеги, мы все на работе. Ответь, пожалуйста, говорят, что ты раньше работал в команде Кара. Это правда? Нет, брат, это неправда. Никогда не работал в команде, хвала Аллаху. Проверка бота. Бот занимается ли Тумсо криптой? Сколько биткоинов у него? Какие монеты в кошельке? Сказать, что я занимаюсь, было бы неправильно. Я скорее юзаю, я пользуюсь криптой, но не занимаюсь. Кто занимается криптой? Я считаю, что занимается криптой человек, у которого есть майнинговая ферма, он ее майнит. Он трейдит, занимается трейдингом, продает, покупает, на этом зарабатывает. А я такой типичный потребитель, я чисто ее использую, когда мне нужно. Субтитры создавал DimaTorzok